Певец убил своим болезненным видом. Многие заметили, что он сильно сдал. Уже много лет Борис Моисеев на лето уезжает в Юрмалу. У певца тут есть квартира в элитной многоэтажке, расположенной возле бывшего рыболовецкого колхоза Узвара. В свое время за трехкомнатные апартаменты площадью 77 квадратных метров артист заплатил 10,4 миллиона рублей. Две спальни, ванная комната, большая кухня и зал. Вид на реку Лилупе и острова, что еще надо для счастья, но не хватает друзей, простого человеческого общения. Поэтому всегда общительный и открытый Боря не мог усидеть в четырех стенах, когда узнал, что Вайкули снова проводит фестиваль Лайма Ранедву Юрмала. И упросил своего директора Сергея Гороха отвезти его в зал «Дзинтери», куда в середине июля приехали все московские коллеги. Моисеев пришел на концерты как простой зритель. Скромно сел с края портера и очень не хотел привлекать к себе внимание. Когда кто-то из зрителей узнавал артиста и подходил с просьбой о совместной фотографии, он резко вспыхивал и просил директора «Пошли с в сена». В перерывах между отделениями концерта дуловатый артиста приходил за кулисы, где артисты, журналисты, камеры. Но едва заметив направленные на себя объективы, вскидывал вперед руку, закрывал лицом и взбешенно кричал «Не снимайте, не снимайте». 64-летнего артиста можно понять, он так и не оправился после инсульта. Погрузнел, на лице появились какие-то огнайники и новообразования. Разумеется, всегда блиставшему Моисееву не хочется, чтобы его видели в таком неприглядном виде. Обсуждали, фотографировали. Ведь сегодняшнее положение и осознание того, что карьера и слава в прошлом – трагедия для него. «Борис, как вам удается держаться, бороться?» – спросил у него корреспондент Дни.ру. «Я люблю это все, любовь», – лаконично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которыми работал когда-то, хвалит успешные выступления коллег. Одно плохо – после перенесенного в 2010 году инсульта, после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, артист не отказался от сигарет. Тогда причиной нарушения мозгового кровообращения специалисты научного центра неврологии РАМ назвали сильное переутомление и настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с певцом может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, а в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться. Ну а сигарет Борис так и не отвык, и за кулисами зала «Зинтери» смолил одна за одной. Субтитры создавал DimaTorzok